Финансовая модель – это модель будущего или существующего проекта, который позволяет оценить изменения показателей проекта при изменении вводных данных. Здесь я приготовила конструктор Лего, который чуть позже нам покажет, как можно создавать несложные финансовые модели для любого бизнеса. Финансовая модель, как и Лего, позволяет рассчитать огромное количество вариантов, предположений, что будет «если» и вложить их без вложений денежных средств. Финансовая модель позволяет имитировать денежные потоки планируемой деятельности. Финансовая модель очень похожа на конструктор Лего, так как в Лего можно собрать большое количество вариантов из одних и тех же деталей. И финансовые модели можно рассчитать большое количество вариантов, предположений, что будет «если» без вложений денежных средств. Финансовая модель позволяет сымитировать денежные потоки планируемой деятельности и посмотреть, как будет выглядеть проект в будущем. Финансовая модель показывает, откуда берутся денежные средства, куда они тратятся. Финансовая модель позволяет существенно сэкономить время и деньги, так как бесперспективные проекты и идеи отбрасываются еще на нулевой стадии. Кому необходима финансовая модель? Она нужна собственникам бизнеса, топ-менеджерам компаний, инвесторам и банкам. Собственникам бизнеса финансовая модель позволяет оценить перспективность их идей. Топ-менеджеры компании с помощью финансовых моделей могут оценить влияние своих стратегических и оперативных решений на финансовое состояние компании. С помощью финансовых моделей инвесторы могут оценить эффективность и риски проекта и понять, нужно ли им участвовать в этом проекте. И, конечно же, с помощью финансовых моделей банки дают решение о выдаче заемных средств. Что необходимо знать перед построением финансовой модели? Необходимо иметь идею бизнеса и четко понимать, какую проблему данный бизнес решает. Также необходимо знать рынок, на котором вы предполагаете работать, последние тенденции и постараться понять, какую нишу вы можете на этом рынке занять. Нужно четко понимать, чем вы отличаетесь от своих конкурентов. При этом необходимо знать как минусы, так и плюсы. Также нужно знать, каким образом вы будете зарабатывать деньги. И, конечно же, очень важно задавать срок реализации для проекта. Для финансовой модели необходим горизонт планирования. Давайте вернемся к нашему конструктору Лего. Сейчас из этих деталей мы соберем бизнес и затем построим финансовую модель. Итак, давайте посмотрим, что же у нас получается. Это похоже на дельфинарии, только вместо дельфинов у нас пингвины. Идея бизнеса, который приходит ко мне в голову, это представление с животными. Давайте посмотрим, какие ресурсы у нас есть. У нас есть дрессировщик, есть пингвины, есть корм для пингвинов, какой-то инвентарь и площадка, где будут сидеть зрители. Мы будем зарабатывать деньги, продавая билеты на представления. Мы будем работать на рынке представлений. Наши конкуренты — это цирки, кинотеатры, зоопарк и прочие заведения, куда люди ходят, чтобы провести свой досуг и развлечь детей. Отличие от конкурентов — это экзотические животные. То есть мы можем занять нишу представлений с экзотическими животными. В то же время экзотические животные могут быть и минусом, так как, скорее всего, пингвинов трудно содержать. Финансовую модель можно строить абсолютно для любого бизнеса. И, как вы видите, простенькие финансовые модели может построить даже ребёнок. Модель будет тенге. Как мы решили, горизонт планирования — 6 месяцев. Это с января по июнь. Здесь у нас будут доходы, а здесь расходы. Для того, чтобы понять, сколько доходов мы можем заработать, нам нужно знать максимальное количество людей, которые может вместить наша площадка. Пусть это будет 100 человек. Но, конечно, в течение представления не будет сидеть 100 человек. Будет сидеть, скорее всего, меньше. Давайте в январе поставим количество людей, которые посетят одно представление 30 человек, в феврале 40 человек, в марте 50 и в последующие месяцы 70. Также нам необходимо знать среднюю стоимость билета. Давайте начнём с 1000 тенге в январе. В марте поднимем до 1500. В марте до 2000 тенге, в апреле 2500 и в последующие месяцы также 2500. Количество представлений в месяц в январе будет 2, в феврале 4, в марте 8, в апреле, мае и июне 12. То есть представления будут даваться 3 раза в неделю. Теперь необходимо рассчитать расходы. Как мы говорили, у нас есть дрессировщик, ему необходимо платить заработную плату. Есть пингвины, которых нужно кормить. Есть площадка, за аренду которой необходимо платить. Итак, зарплата дрессировщика будет 50 тысяч тенге, вернее 100 тысяч тенге на протяжении всего времени. Корм, предположим, будет стоить 65 тысяч. И аренда 50 тысяч тенге в месяц. Таким образом, у нас получается дефицит денежных средств в размере 155 тысяч тенге. Финансовая модель позволяет изменять показатель проекта в зависимости от вводимых данных. Допустим, что вы договоритесь с дрессировщиком и не будете платить ему в первом месте зарплату, а заплатите ее, допустим, в марте. Также вы можете договориться и со своим арендатором и заплатить аренду позже. Таким образом, дефицит денежных средств у вас составит всего 5 тысяч тенге. При составлении финансовой модели очень важно понимать, что от качества вводимых данных зависит и результат данных. Но следует сказать, что при работе с финансовой моделью нужно также учитывать и здравый смысл. И цифры всегда сверять с какими-то реальными величинами. Допустим, зарплату дрессировщика, стоимость корма, аренду. Всегда нужно проверять, сколько это стоит на рынке. Если вы вводите в финансовую модель реалистичные вводные данные, то и результаты у вас будут также очень близки к реальным. Но если вы в финансовую модель заложите заведомо неправильные данные, то и результаты у вас будут неправильные. Об этом всегда следует помнить. Все, пока, да? Финансовая модель, которую мы рассматривали ранее, это на самом деле всего лишь простенький пример. На самом же деле финансовые модели могут быть гораздо сложнее. Сейчас перед вами пример реальной финансовой модели, которая строится для действующего бизнес-центра. Как вы видите, это экс-элипский файл, в котором огромное количество листов. Сама финансовая модель состоит из двух видов прогнозов. Это отчет о прибылях и отчет о движении денежных средств. Почему мы используем два отчета финансовой модели? Отчет о прибылях и убытках – это, скорее всего, отчет о прибылях и убытках – это больше отчет для государства, потому что он помогает нам высчитать корпоративный подоходный налог. Большую ценность для собственника бизнеса предоставляет отчет о движении денежных средств, так как это реальные деньги, и результат данной модели – это количество кэша, который остается у собственника. Данная модель является скользящим прогнозом. Зеленым обозначается факт, а желтым – прогноз. Таким образом, мы прогнозируем пять лет и периодически корректируем прогнозы в зависимости от фактически совершенных операций. В данной модели учитывается и кредит, учитывается НДС, все виды доходов и расходов от операционной деятельности, от инвестиционной и от финансовой. Результаты данной модели очень реалистичны, так как вводные данные очень точны. Финансовые модели могут быть представлены и в простом и сложном виде. Практически любой человек может научиться строить финансовые модели, не имея при этом финансового образования. Здесь важен подход. Через образы, ассоциации и огромное количество практических упражнений процесс обучения упрощается. Эта тема интересует меня давно, и в настоящее время я разработала тренинг, который называется «Финансовый дизайнер». Почему я выбрала такое название? Потому что слово «дизайн» означает эскиз, конструкция, чертеж, намерение, план, проект. То есть все эти определения относятся к финансовой модели. Поэтому человек, который строит финансовую модель, — это дизайнер. Надеюсь, что тема нашей беседы была вам интересна, и вы найдете что-то полезное для себя. Благодарю вас за внимание и желаю вам быть финансовыми дизайнерами.